ребят привет к нам постоянно сыпется вопросы какой сейчас самый бюджетный седан с правым рулем я вам отвечу это toyota carol axel второго поколения у нас сегодня модель второго поколения 2015 год рестайлинг как вы можете сразу определить по оптике по решетке радиатора 2015 год 1 и 3 95 лошадей вариатор передний привод бюджет данной красавицы 650 тысяч рублей вообще axel появились в 2006 году и полное ее название было toyota corolla axel то есть они убрали просто corolla corolla ушла в историю и они для внутреннего рынка сделали ее axel в первом поколении axel не было мотора 1 и 3 и во втором поколении они вырезали мотор 1 и 8 и там сейчас можно найти только 1 и 3 мотор на 95 лошадей полторашку и полторашку гибрид 1 и 8 сожалению нет либо к лучшему не знаю но axel еще более сдвинули в сторону экономичности расходу 1 и 3 всего лишь 5 литров на сотню во втором поколении вы можете найти такие жирные опции как подогрев и вентиляция передних сидений подстройка зеркал под задний ход это все в комплектации люксе но если комплектация vxb как и филдере то есть там вы можете найти другие фары другую решетку есть обвесы передний бампер задний бампер пороги есть другой салон есть ковшообразные сиденье все это еще полтора литровый мотор гибридная установка и это все комплектация vxb в 165 кузове и порядок цен начинается ну от 800 тысяч рублей можно взять такую живую аксио опять же на рынок везут с очень большими пробегами данной машины потому что в японии на аукционе они стоят очень дорого и вести их с хорошей оценкой с маленьким пробегом она просто будет золотая в россии будьте внимательны давайте посмотрим на этот маленький мотор четыре цилиндра всего лишь ну а сколько тут еще может быть на 13 мотор 1нр это этот мотор ставился на также малышки порты у пробокса был еще в дорестайле в пасса этот мотор уже можно было увидеть тоже надежно мотор масло черноватая но каких-то кусков гарри нету ну в общем и пробег маленький ну и видно очень культурно без больших нагрузок ездил японец бытует мнение что мотора 1 и 3 мало для аксио но я не соглашусь потому что для гражданской езды для перевозки даже пяти человек этого мотора с головой хватит но естественно если не в пол давить потому что этот мотор также был на пробоксе предыдущем а там еще и можно было загрузить в багажник 400 килограмм и эти моторы они не дохли даже в пробоксах а тут просто нужно перевести людей иногда а так если ездит один-два человека но может быть там детское кресло сзади этого мотора хватит надолго расход 5 литров но это понятно это по каталогу в идеальных условиях вот но пусть даже он будет с прогревами там в россии шесть с половиной 7 литров я считаю его сил его сил его живучести и вообще тяги его ну для гражданской езды будет с головой кстати аксио полторашечка поехала популярного владивостоке любят эту машину что первое поколение что и 2 очень много есть ребят честно говоря по объему салона и потому как расположена торпеда мне в предыдущем кузове аксио нравилось больше единственное мне сейчас нравится селектор он стал более такой стильный появились вот такие крутилки но как и филдере здесь они начали втыкать вот такой вот мафан у него нету сенсорной панели у него есть зато юсби аукс у него радио сиди у него приятный барашек отвечающий за звук вот и в общем ну как бы если тебе не нужна камера заднего вида вообще можно пользоваться у тебя играет mp3 и хочешь там с мобилы слушая несом блютуза нету руль пластиковый не ровный то есть с какими-то выемками в общем под спорт тоже весь пластиковый но сделан приятно вообще все пластиковая пластик такой среднего уровня появился бардачок как у приуса идея то есть один вниз спускается другой наверх воздуховоды стильные тоже в форме какой-то мишени прицела все в дверных картах нету тряпочных вставок есть пластик только в общем салон весь пластиковый единственно здесь вот вокруг вот этой панели где у нас мафан и крутилки у нас какой-то глянцевый пластик вот а так все в общем салон бюджетный короловский и в принципе оно и понятно потому что все-таки цена этих автомобилей она все равно невысокая хоть и нашим подписчикам многим нравится постоянно писать то что правый руль это уже дорого и правый руль не актуально но все-таки для японцев это бюджетная модель поэтому и отделка соответствующая единственное что скажу в пользу филдера у него 161 кузове то есть это который не гибридный передний привод у него есть пластик сделанный под карбон но это не карбона это просто пластик так стилизован под карбон в аксио такого решения нет сиденья обычные тряпочные кстати приятные такие ворсистые зеркала у нас здесь нету салонные лампочки в принципе все это мне напоминает вообще вица приборная панель то есть тахометра нету есть просто лампочка что холодное масло там но и так далее чек эко режим бензина то что у нас маловато у нас здесь есть камеры которые видят столкновения и движения из полосы в полосу который будет а я что-то сразу не увидел вот это бонус вот это бонус за 650 тысяч рублей мы получаем аксио пятнадцатого года пробег 68000 мы еще и получаем камеры которые следят за полосой и за препятствиями спереди ну по моему хорошая покупка напишите в комментарии вообще лучше бы он взял бы солярий закон бушного еще на гарантии либо взять вот такую аксио и вообще где правда напишите почитаем будет интересно конечно 13 моторчик но напрягается на старте в общем так его слышно шумки нету от короллы не стоит ее ждать сзади у нас балка поэтому особого комфорта в подвеске ждать не стоит примерно едет по ощущениям как солью а я уже давно на машинах 1 и 3 не ездил она витс витс 4 вд на таком же моторе а вот сколько у него сил я не помню но в принципе то же самое в общем ребят космоса не ждите ждите печку крутилки которые управляют этой печкой мафа причем не самый худший много пластика и длинный ворс на сине денег все особо больше вы ничего не получите но если брать конечно жирную аксио тогда как бы вы там найдете и подогревы и там подстройка под задний ход зеркал если вы хотите купить жирную аксио вопрос зачем вы можете купить олеона премию но какие-то более старшие модели зачем вам покупать жирную аксио потому что по большому счету у нее все равно тот же самый пластик будет та же самая вот эта балка но за по цене жирная аксио можно взять выдовый олеон либо премию у которой сзади будет не балка а многорычажка а это уже другой комфорт я сам ездил на таком олеоне 265 но такая вот машина вообще 235 был пробег она меня вообще ни разу не подвела аксио за 800 плюс ну не знаю посмотрите олеона посмотрите какие-то не знаю prius и 30 можно взять но если не перевариваете особо как выглядят вот эти вот все гибридные машины чуть не придавило шлагбауму вот тогда можете еще глянуть что-нибудь у других типа как mazda аксела что-нибудь подобное кто покупает так все без камеры сразу покупайте камеру я вам как человек говорю который паркует и маленькие большие тачки еще и не видно багажника потому что без камеры седаны парковать очень сложно потому что я не знаю где конец моего багажника так тест заднего ряда но место конечно маловато я вот коленками уже упираюсь но все таки я могу назвать это полноразмерным седаном в олеоне конечно же место побольше но все таки уехать получится сзади есть подстаканник кармана нету никакого подлокотника нету во втором ряду подстаканника тоже до выдвигающегося нету нету воздуховодов есть колонка есть кнопка опустить стекло ну и все в принципе ну и ручка вот вам и задняя часть аксела так но вот эти вот держатели не спрятаны в пластиковый кожух на самом деле багажник больше у меня в сай даже в крау не ну потому что нету гибридной установки честно говоря я бы лучше бы на их месте отдал бы задним сиденьем место потому что реально очень большой багажник пятое колесо так компрессора нету ничего подобного нету багажник вообще как будто вообще ни разу не использую вот какой-то листик есть возможно даже уже русский какой-то женция сверху тоже ничем не запрятали вообще очень машина аккуратно пользователь 68000 пробег в багажник мне кажется вообще ничего не ложит ни разу давайте проверим объем багажника мною можно уехать если чё где-то кого-то надо провести через какую-нибудь границу места хватит ну реально очень большой багажник тут еще чемодан залезет небольшой прям очень много место стоп прям вообще не зацарапан ничего не помутневший красиво очень уже на диодах задний ход лампочка обычно я бы тоже будет бы поставил бы в общем не вообще вот оптика у второго поколения очень нравится прям вот замечаю их в потоке вроде корова корова но серьезно очень красивая машина и отчасти это дает оптика ребят обратите внимание вот есть наклейка от сервис-центра в экос японец менял масло на 6700 сейчас пробег 68 600 и вот они ему пишут следующую замену 72 100 то есть ровно 5000 даже в не без грязи без пыли на дорогах со спокойной ездой японской они меняют каждый 5000 у нас есть люди которые уверены свято в том то что масло нужно менять раз десять тысяч я подражаю японцам и меняю своих машинах масса раз пять тысяч и вам советую ребят за бюджет 650 вы можете купить но не такое уж многообразие левого руля почти новые почти новые автомобили вам будет доступно это будет рено сандеро веста и ларгус либо купить вот такую надежную машину от тойоты со внутренней сборкой либо купить машину от официала получить гарантию и всегда говорит что у вас есть гарантия и ставить это в большой жирный плюс но ездить на ладе большой вопрос если вы на dv выбираете между ларгусом и вот такой вот малышка аксио вы конкретно наркоман я вам скажу ну чё стряслось сынок понятно люди за уралом там у них там своя логика то есть они никогда не возьмут аксио но если вы с дальнего востока и у вас стоит этот вопрос сходите в церковь пусть вас батюшка это там чуть почистит без вас какие-то ребят советую присмотреться вообще как все к филдеру потому что это машины все-таки они остались в королловском классе по соотношению цены и качества у них появились гибридные установки вообще у них стала внешность более чем приятного посмотреть на эту красотку и филдеры те же самые у них как бы рыбий рот я его называю то же самое идет в альфах в общем очень красивый рестайлинг технологичные машины доступные по цене советую присмотреться если вы себе что-то хотите прикупить из разряда универсалов в бюджетном сегменте с гибридной установкой то это филдер если вы хотите седан хотите вот такой вот дешевый красивый экономичный вариант это будет так все с мотором 1 и 3 либо вы хотите себе полторашку с полным приводом либо вы все хотите аксио vxb что будет очень дорого но это будет очень технологично и красиво звоните ответим по цене по срокам по как оформляется сделка пока компания сфера карт предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сфера карт ваш эксперт в выборе качественного автомобиля